Айнард Фиан, жители империи, с вами Невгардец, и сегодня мы с вами перенесемся в древний Египет, ибо на днях в сети появился трейлер новой игры Pharaon Total War. Ранее некоторые англоязычные блогеры уже отмечали, что на официальном сайте Total War появилась вкладка Pharaon, но все думали, что анонс данной игры произойдет на каком-нибудь пафосном мероприятии вроде E3. Однако разработчики форсировали события и буквально на днях выкатили в сеть трейлер, который мы с вами и разберем. Итак, трейлер начинается с прекрасного вида на пирамиды, затем камера переходит на землю и нам показывают Скоробея, который катит шарик Кала сквозь дождь и песчаные бури, после чего он докатывает его до поля битвы под пирамидами, где этот шарик уничтожается стрелой. Далее фараон в полу пока что неудачной битвы спасает Скоробея, а затем ведет свою армию в бой. Средний статистический зритель скажет, что большую часть ролика нам показали, как жук перекатывает кусок говна по полю, но это серьезное заблуждение, ибо тизер буквально трещит по швам от символизма, а также разного рода отсылок и намеков. Например, нам не просто так показали комплекс пирамид. Благодаря этому виду можно сказать, что все события игры будут происходить после 2500 года до нашей эры, когда и были воздвигнуты последние крупные пирамиды в Гизе. Но начнем мы как раз с того самого жука. Скоробей был одним из самых почитаемых символов богов солнца и считался символом созидательной силы солнца, возрождения загробной жизни. Путешествие Скоробея с шариком навоза с востока на запад символизирует рождение и движение солнца на небосводе. Однако в трейлере Скоробей двигался справа налево, то есть с запада на восток. Следовательно, это можно расценить как символ упадка и движения к хаосу, что мы и увидели, ибо Скоробей двигался через шторм, засуху и пыльную бурю. После 2500 года до нашей эры можно выделить два периода, похожих на такую вселенскую катастрофу. Это Великая засуха 2100 года до нашей эры, после которой пало Древнее Египетское царство и Великая засуха 1200 года до нашей эры. Оба этих события привели к серьезным потрясениям в Египте, что опять же нам показали в ролике, ведь в первых кадрах виднелся процветающий Египет, а в конце были хаос и война. Причем битва шла не где-то на дальних рубежах, а в самом сердце Древнего Египта, рядом с Великими пирамидами. Таким образом, разработчики намекнули, что события фараон Total War будут происходить в переломный момент, причем для всей цивилизации. О чем они написали под видео. Can you stand against the collapse of a civilization? Сможете ли вы пережить коллапс цивилизации? Или сможете ли вы противостоять коллапсу цивилизации? И тут знающие люди сразу догадались, что фараон Total War перенесет нас в эпоху катастрофы бронзового века. Самое интересное, что в последние годы эта тема стала весьма популярна в историческом сообществе, и вот она прорвалась в игровой мир. Что же это такое? Катастрофа бронзового века. В районе 1200-х годов до нашей эры мир был сотрясен повышенной тектонической активностью, что привело к извержению крупных вулканов, цунами и общему изменению климата, в результате которого начались засуха, голод, а как следствие всего этого масштабная миграция людей в благоприятные климатические зоны, которые привели к воинам за ресурсы и новые территории. В результате всего этого бронзовый век сменился железным веком. Эта смена эпох привела к катастрофическим изменениям в общественном укладе. Судостроение, архитектура, обработка металлов, водоснабжение, ткацкое искусство, живопись были отброшены на много лет назад и начали возрождаться только примерно через 500 лет, в период поздней архаики. В результате этого кризиса почти все крупные города были разрушены, пали большинство развитых государств и цивилизаций. Хецкое царство, Крита-Мекенская цивилизация, государства Месопотамии и отчасти Древний Египет. Он смог пережить эту катастрофу, но пришел в состояние упадка. При этом коллапс бронзового века сопровождался вторжением полумифических народов моря, которыми скорее всего были древние греки. Причем дело дошло до того, что в 1175 году до н.э. во время правления фараона Рамзеса III крупный флот народов моря вошел в дельту реки Нил и смог глубоко продвинуться вглубь Египта, почти достигнув Гизы. Хотя ряд историков и источников утверждает, что это был хитрый план. Рамзес заманил народы моря и их корабли в устье Нила, где он собрал в засаде свой флот, а на берегу разместил лучников. Когда корабли противников зашли достаточно глубоко в устье реки, их отрезали и перестреляли. Тех же, кто смог выбраться на берег, добила египетская пехота. И на мой взгляд, именно этот момент и хотели показать разработчики в трейлере, но вышло слишком пафосно и не исторично. Хотя это может быть какая-то другая битва у пирамид. Если вы знаете какая, то пишите в комментариях. Однако, в самом начале я назвал еще одну дату – 2100 год до н.э., во время которого Египет тоже пережил серьезные потрясения, тоже вызванные засухой и миграцией народа. Эта эпоха называется первым переходным периодом. В правлении VII и VIII династии власть мемфисских фараонов стала номинальной. В Египте царила политическая анархия. Власть перешла в руки намархов, то есть городоначальников. Одной из причин утраты государственного единства стала засуха 2100 года, которая привела к развалу общеегипетской оросительной системы, что вызвало экономический кризис и массовый голод. Без централизованного управления сложное администрированное устройство приходило в упадок, в то время как северные провинции периодически подвергались набегам азиатских кочевников и ливийцев. В итоге Египет распался на ряд враждовавших между собой мелких государственных образований. Однако, неспособность номов собственными силами справиться с экономическими трудностями усилила объединительные тенденции. Первым претендентом на роль собирателей египетских земель стал Ярокреополь, один из крупнейших городов на севере Верхнего Египта. Его правителям удалось подчинить Дельту и Верхнеегипетскую область Тина, отразить торжение кочевников и укрепить северные границы. Однако, в борьбе за объединение Египта Герокреопольское царство встретило соперника в лице образовавшегося на юге Фиванского царства. Их вражда завершилась в конце 21 века до нашей эры, победой Фив при фараоне Ментухотепи II, основавшим 11 династию и восстановившего целостность египетского государства. Таким образом, у нас есть целых две эпохи, в которых могут разворачиваться события игры Фараон Total War. Правда, скорее всего, разработчики не будут сильно упарываться в историю и сделают игру про коллапс бронзового века. Ибо это куда более масштабное событие, которое определило развитие всего Средиземноморья, нежели падение древнего египетского царства. К тому же, у Creative Assembly уже есть игра в этом временном периоде – «Трое Total War», которая тоже рассказывает про коллапс бронзового века, но с точки зрения греков – тех самых народов моря. Поэтому Фараон Total War станет логичным продолжением этой серии. Лично я рад этому событию, ибо креативы последнее время бросали все свои силы на развитие Вархаммера. Конечно, эта линейка игры потрясающая. Я сам в неё играю, и она мне очень нравится. Но всё своё детство я рубился в Наполеона, Сёгуна, Медылу Второй и, конечно же, Первый Рим. Поэтому я привык к исторической атмосфере. Сейчас же наметилось возвращение к истокам, и Фараон Total War может стать хорошим началом для долгого и захватывающего путешествия по всем историческим эпохам.